всем привет ну вот август месяц пролетел вместе с ним и лето приближается осень время так сказать собирать урожай школа начинается новый сезон я хочу подвести итоги за август месяц по моим рук отделка но и в августе месяце более-менее у меня неплохие итоги скажем так ну для меня неплохие потому что последнее время последний последний месяц и я очень мало вышивала работа учеба как показалось все-таки жизненный опыт я человек не спокойный я во все жаловалась вот отпуск буду оттяживать бока буду отдыхать буду вышивать ничего не хочу делать но видно это не мое я в августе тоже записалась на курсы на маленькие уже курсы но тем не менее я в общем то у меня была хорошая занятость вот я не могу долго сидеть и просто ничего не делать просто вышивать представляете и даже с мужем поехали как бы так и отпуск и немножко какие-то дела были по дороге остановились мы в македонии там мужа была компания он хотел пойти на охоту вот он ходил 33-4 дня на охоту а я четыре дня была значит в гостинице ну я у меня собой вышивка была и книжки я конечно очень там читала вышивала трудилась в полную силу но к четвертому дню я уже стала просто выйти от скуки и ну конечно же мы уехали другие места где есть что-то интересное для меня вот ну надо идти так сказать на уступки чтобы всем было хорошо поэтому вот и хотелось мне сделать приятное мужу чтобы компанию составить немножко конечно пришлось потерпеть но вот это как бы для меня такой тоже ключевой факт что я все таки не могу сидеть без дела на месте мне нужно себя занимать в общем-то его в августе себя занимала различными делами но и вышивка продвигалась и есть результаты что-то мне такое долго вступление сегодня получается не знаю даже извините заговорилась я разных делах житейских а вернемся мы к вышивке и перед вами готова работа этого месяца это волшебные часы минуточку я перестрою ракурс чтобы показать вам поближе ну я думаю что это максимальные возможности моей камеры чтобы показать вам в полном объеме здесь есть еще и стойка вот внизу она идет длинная но стоки нет ничего интересного но здесь вот хоть домик на него можно смотреть я немножко расскажу историю в этом домике не сильно буду повторяться есть видео об этой готовой работе просто еще раз в двух словах потому что есть люди которые вот первый раз заходят на канал попадают на это видео и в любом случае потом возникают одни и те же вопросы да вот значит эта работа у меня была начата примерно два года назад или в шестнадцатом или семнадцатом году я уже сама не помню это набор сделай своими руками шерсть называется волшебные часы размер работы должен был быть 30 на 95 сантиметров должна была вышиваться длинно длинная стойка с часовым механизмом которую я в общем-то и укоротила и отрезала всю канву и вышла небольшую стойку но в основном сам вот замок мне было интересно повышевать и перед вами готовый результат очень меня были такие в процессе сумбурные впечатления по данному дизайну по материалам но по итогу я хочу сказать что очень достойная получилась работа красивая интересная гармоничная от себя я добавила здесь несколько шарников я показывала но еще раз покажу с близкого расстояния еще раз мои крестики немножко нам отсвечивает сегодня очень-очень жарко такие вот шарники у меня нашлись мне захотелось как-то украсить эту работу вот потому что этой работе не хватает блеска так как она сделана с оригинальных янтарных часов украшенных золотом и серебром и в оригинале это изделие естественно все блестит и приливается здесь ниточки шерстяные которые они по существу очень матовые и поглощают как бы света нет никакого блеска абсолютно вот мне кажется что вот здесь нужно было бы уж дизайнером применить но все все что существует металлические металлические извините металлизированные нитки бисер различные украшения но не знаю или вообще полностью сделать в бисере ну и в шерсти тоже получилось неплохо но вот действительно этой работе не хватает каких-то ярких элементов украшения красивый замок особенно мне нравятся шпили купола очень интересно смотрятся хочется еще больше вы если фото было побольше наверное было бы еще интереснее хотя может быть это было бы и через чур смотрите какие они интересные есть здесь и бэкстич его немного но есть вышивается он без особого интереса потому что шерстью знать это не очень то удобно все делается особенно внизу здесь было очень много бэкстич и я старалась я старалась выводила все эти все эти штучки вот как смогла вот такая вот получилась у меня работа номер один в августе месяце я рада что я ее завершила очень очень рада знаете стараюсь я не забрасывать работы долгострои все равно хоть как-то я их продвигаю до процессов очень много потому что ну во первых я человек такой соблазняющийся на интересные всякие штуки во вторых я блогер у меня вдвойне есть знаете соблазн начать что-то интересное как бы так свой канал немножко сделать поинтереснее вот чтобы вам было интересно и мне интересно и поэтому конечно процессы плодятся но я надеюсь что у меня все получится и синие будут потихоньку вышиваться вот так ну давайте я вам покажу еще один процесс который ура ура тоже завершился вот вот так ну и второй процесс который у меня завершился это кто за кем наблюдает дименшинс очень приятная легкая душевная работа здесь такие краски приятные глазу вот даже моему мужу очень понравилось несмотря на то что он к вышивке особо там в общем очень так прохладно относится может высказывать какое-то свое мнение но он скажем так не не высказывает особого восторга по любой работе он может очень критично высказаться и вообще мне говорит что-то вышиваешь всякую мелочь вы же вышивай уже давай ст переходим на крупные работы но я честно вам скажу мне нравится вышивать работой среднего плана потому что я их вышиваю чтобы видеть результат конечно можно настроиться вышивать целый год одну шикарную картину но у меня вышивка играет роль и у моей такой скажем отдыхальной зоны от работы от разных будней и мне нравится что у меня там раз в два в три месяца появляется какая-то готовая работа я и могу повесить на стеночку вот ну тоже достойная красивая работа и пока мои душевное настроение просят вот таких работ но может быть когда-нибудь я и перейду на более крупный кто знает ну в общем то работа это приятная красивая интересная и очень легкая вот кто думает взяться за эту работу я смело вам рекомендую вы вышите ее очень быстро действительно это она у меня вышивалась долго потому что много процессов а на самом деле за месяц вот даже очень очень легко она вышивается и эта работа у меня была начата тоже примерно года два назад потихоньку вышивалась ну вот слава богу в этом месяце я завершила и эта работа стала скажу таким толчком организации нашего совместного проекта мы любимые коты 2 чему я очень рада знаете так получилось интересно у нас и игры у нас и сюрпризы у нас такая компания подобралась девочек что мы друг другу пишем сообщения поддерживаем друг друга у многих девочек появились и котики настоящие живые котики завелись кто-то кто начинал мне нравится есть девочки которые просто заводили работу чтобы ну хоть как-то и и продвигать и в итоге работы вышились очень быстро кто-то тоже вступил просто для интереса но потом начал два-три еще дизайна ну в общем у нас такая интересная получилась компании я тоже соблазнилась и начала еще один дизайн в совместном проекте мой любимый коты 2 ну в общем коты 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 как ты творят что хотят что хотят то и творят и вот нас на это подбивают хорошенькие хорошенькие красивые котики немножко тоже с близкого расстояния еще раз посмотрим как в дим умеет передавать вот эти все полосочки у котов пятнышки ну это просто красота обожаю вот цвета у этого скворечника класс красиво очень очень красивая красивая работа я рада в этом месяце две работы просто супер так ну что готовы и посмотрели ну и теперь переходим к процессам и так переходим к текущим процессом и главным моим текущим процессом является набор от фирмы золотое руно на крыльички и этот набор я вышиваю в рамках нашего совместного проекта мои любимые коты 2 здесь очень милый теплый душевный дизайн два котика на крыльички воробушки яблочки кстати магнитик с яблочком перекочевал вот именно на эту работу потому что у меня здесь яблочки будут вышиваться а в античном шарме я вам покажу потом какой магнитик там сделала ну вот значит эта работа у меня вышивается в рамках совместного проекта перед вами мои первые продвижения здесь вышито совсем немного но вот уже можно узнать хвостик кота вот здесь вот лапка разовеется вот чуть-чуть еще не дошито красивое перила на нем видна тень и вот эти вот как они называются у перила да ой забыла ну ладно листочки такие красивые и все это крестик все это крестик без бэксича какая хорошая проработка все очень очень четко видно особенно вот вот здесь в этом уголке обратите внимание как хорошо переданы все тени да очень натурально вот и хочу сказать что эту работу я вышиваю в нашей игре у нас есть в группе вышиваем вместе по совместному проекту игра рвем когти и там раз в два дня нам Кристина бросает кубики и выпадает число крестиков которые нужно повышивать и вот так потихоньку не спеша где-то может быть много крестиков где-то мало но в любом случае потихоньку потихоньку идет вышивка покажу как это выглядит на схеме я склеила два листа схема здесь крупная четкая и вот так потихонечку я себе маркером отмечаю чтобы считать крестики заодно и работаю по всей этой длине схемы схема схема очень простая четкая понятная хорошо проработанная золотое руно просто молодцы вот знаете восторгаюсь молодцы очень приятно вышивается работа да здесь много цветов здесь используется 47 чистых 9 блендов плюс 7 полукреста ну полукрест того же оттенка ну в любом случае получается 47 и 9 у нас получается 56 оттенков используются вот без бэкстича крест и полукрест ну и я думаю что где-то может быть есть французские узелки я уже не помню весь ключ вот но схема очень четко и понятно и вышивается очень очень легко мне нравится этот процесс давно я не вышивала золотое руно вот на этом процессе я буду значит себя баловать именно вот этим производителем и планы на сентябрь у меня такие реальные я думаю планы сентября мне дошить вот эти два листа еще раз вам покажу простите за шуршание вот такая вот большая большая я не знаю сколько здесь тысяч крестиков я не считала честно скажу но я думаю постепенно в рамках нашей игры рвем когти я думаю я смогу эти два листа за месяц вышить ну и это у меня будет примерно мне сейчас так прикину вот где-то вот такая вот полоса по всей работе ну и надеюсь конечно что к концу нашего СП я вышлю полностью эту работу как раз к весне у меня будет вот эта красота если еще потом оформить ох мечты до мечты вот ну что сказать по этой работе только положительные позитивные эмоции и впечатления рада что я ее начала и ну что на этом все переходим к следующему моему проекту так ну и еще один мой процесс над которым я ну не могу сказать что активно работаю но стараюсь стараюсь как могу это мои совы в лунном свете от кастом крафт и я сейчас сняла планку с кюснапа вот эту большую чтобы показать вам то что у меня получается уже всю картину скажем так на данном этапе чтобы вы могли посмотреть как красиво реалистично ярко и сочно получается работа я очень очень впечатлена кастом крафт это теперь будет одна из моих любимых фирм и обязательно раз в год я буду стараться вышивать хотя бы по одной работе кастом крафт потому что это маленькая ст маленький хаэт ну не знаю это работы очень хорошо проработаны очень качественные получается вот и конечно же кастом крафт надо смотреть с расстояния так как здесь очень перемешаны цвета и оттенки с близкого расстояния ну как бы непонятно работа с расстояния 1-2 метров очень четко очень все красиво смотрится ну и цель у меня была дошить всю полосу вот в августе месяце но я с этой целью не справилась но тем не менее очень хорошо продвинула работу я не помню точно с какого момента я стартовала в августе может быть с этого края скорее всего с этого края и вот я вышила здесь у меня лист я вышиваю по пол листа уровень то есть получается у меня вот пол листа вот пол листа и перешла я на третий лист вышила буквально кусочек такой маленький и все и сдохла да вышивается в принципе легко но я быстро устаю из-за однородных цветов и оттенков как-то знаете вот глаз замыливается устаешь и хочется перейти на что-то другое но снова через какое-то время хочется вернуться к этой работе так как результат получается красивый конечно все приятно все радует хорошие материалы вот у каждой работы есть свои какие-то нюансы да и у каждого человека с каждой работой складываются какие-то свои отношения вот у меня с этой работой отношения вот такого рода что я к ней возвращаюсь мы с ней сотрудничаем какое-то время потом нам нужно отдохнуть друг от друга и вот так вот такими вот набежками ну в общем как вы видите у меня здесь скоро появится наконец-то голова совы вот она прям уже просится и есть какие-то начальные здесь крестики я уже стала прокладывать чтобы вышить голову но еще работы конечно много что я думаю ну в сентябре я сильный план и не строю на эту работу хотя бы дошить вот этот кусочек чтобы можно было эту работу переставить уже на пяльца скорее всего на нурге и вышивать уголки так как здесь у меня кюснапы большого размера мне вот верхнюю часть уже вышивать совсем неудобно поэтому у меня цель такая дошить хотя бы вот этот кусочек а дальше я буду переставлять на нурге и потихонечку буду идти и дошивать уже последнюю полосу ну посмотрите еще раз какая красота получается шикарно правда как хочется мне уже показать вам готовую работу и самой порадоваться уже готовой работы постирать ее вот и возможно отнести в багетную мастерскую но я так думаю о каждой работе а потом начинаю задумываться что нужно вышить парную и вместе их оформлять ну как у всех как смотрится красиво вот эта коряга лапы и когти прям видны с расстояния ну супер молодцы кастом краски так ну что посмотрели перейдем к следующей работе так ну и еще один дизайн над которым я работаю и который меня очень радует и вдохновляет но к сожалению в этом месяце совсем мало у меня получилось позаниматься именно этим дизайном так как работала словами дошивала две работы и новый старт ну в общем много у меня процессов поэтому всем процессам я не могу уделить одинаковое количество времени и этому процессу досталось всего несколько дней но даже за несколько дней он очень хорошо подрос так как работа здесь вышивается на 14 основе схема очень очень простая вязань яркий сочный летний настроенческий то здесь в общем то как бы много усилий над собой не нужно предлагать работа вышивается просто на ура и хочу я в сентябре уделить этому дизайну побольше времени так как у меня здесь вышита практически половина работы давайте я вам немножко поближе покажу кстати простите меня тут всякие ниточки ну что делать неудобный такой здесь участок с обратной стороны неудобно закреплять нитку поэтому закрепляю вот такими вот хвостиками и что у меня значит было вышито с прошлого раза вышит был у меня вот этот вот кусочек вот совсем небольшой но тем не менее тем не менее есть какие-то продвижения покажу вам дизайн обложку поближе и я нахожусь вот вышиваю сейчас вот это крылечко вышиваю в общем то домик и по вот этот уровень у меня все вышито примерно половина работы готова вот а кстати магнитик посмотрите сделала я сюда магнитик такой магнитится подсолнух потому что у меня на дизайне тоже здесь есть подсолнухи и мне кажется он сюда подходит намного больше солнечный такой летний магнитик вот и вот так выглядит моя вышивка на сегодня полностью здесь я выполнила бэкстич я не знаю показывала я вам с бэкстичем наверное показывала вот полностью выполнила я бэкстич и приступила вот к левому уголку здесь было много пробелов и вот потихонечку я здесь вышиваю вот планирую в сентябре уделить побольше дней потому что в августе ну буквально 2-3 дня я вышивала совсем мало вот в сентябре я надеюсь подтянуть эту работу не знаю получится у меня ее завершить или нет но хотя бы хорошо продвинуть я планирую я напомню что у меня это это дизайн дименшинс называется античный шарм но вышиваю я по сборке от фирмы клубок желаний и мне очень-очень нравится то что получается это моя вторая работа которую я вышиваю от девочек и я довольна комплектации довольно ниточками вот единственное что у меня здесь встречается один цвет который он перетирается да это вот такой момент сейчас я вспомнила нужно будет наверное девочкам сказать потому что эта ниточка использовалась да 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 я сейчас вспомнила вот здесь полукрестье в дорожке и из-за того что она очень часто у меня рвалась перетиралась у меня все ушло под ноль то есть не осталось ни одной вообще ниточки ну и этот цвет больше нигде не используется вот такой вот у меня момент с этой работы а во всем остальном все очень даже хорошо и прекрасно ну и я получаю удовольствие от самого дизайна он такой яркий такой легкий ах лето-лето отпуск к сожалению закончился поэтому воспоминания о лете их отпуске в начале трудовых так сказать дней сентябрьских буду вышивать и опять же получать удовольствие ну вот посмотрели этот процесс есть у меня еще один перейдем к нему и так еще один в мой процесс набор который вступил в ряд моих начатых процессов это из недавних моих покупок дименшинс африканские львы размер размер номер набора 3866 размер работы у нас будет 46 на 25 сантиметров вот значит рассказываю как я начинала этот набор почему я его в общем то взяла в работу ну так как у нас идет игра в совместном проекте рвем когти и так чтобы не выпасть из игры я хотела с собой дорогу взять какой-то набор с котами и думала какой же набор взять мои кошки на крылечке очень сложный в организации набор там много цветов много у меня органайзеров парковки нитки такой набор с собой не возьмешь нужно было взять что-то простое но в то же время чтобы мне было интересно вышивать не просто миниатюрку и я посмотрела на этот набор как вы видите здесь небо много неба а значит много полукреста а значит можно вышивать в дороге и я этот набор такую последнюю минуту знаете собирались как-то быстро бросила в сумку и думала что приеду в гостиницу сделаю видео обзор прям в гостинице сниму и потом приступлю но так как ехали мы в машине долго я читала и читала я на греческом у меня хороший словарный запас но тем не менее всегда встречаются сложные слова нужно их выяснять технические слова ну в общем я долго билась со словами устала и конечно же мне нужно было отлечься на вышивку и я прям в машине открываю этот набор беру основу беру иголку черной ниткой из набора сделала вот себе по контуру из центра вот так из центра определила центр и проложила просчитала сколько у меня будет идти квадратиков вот так видите какая разметка нитками по 10 квадратиков и сделала вот такой уголочек чтобы просто начать ну и начала взяла цвет я выбрала тот участок схемы где много полукреста и идет одним цветом зашивка вот правый верхний угол вот практически весь этот участок это один цвет за исключением вот этих двух пятнышек мне этого цвета этого участка точнее хватило на очень долго я шила шила шпарила там много полукреста вот и в гостинице я вышивала мало вышивала но не так-то много больше читала вот и на обратном пути я вышивала деревья вот они вот почему-то они здесь смотрятся более зеленые я так подозреваю может и цвет какой-то перепутала надо будет сравнить все может быть вот ну как есть показываю уже разбираться буду потом что это начудила что и навышивала главное я в дороге вышивала получала удовольствие а уж там потом разберемся хотела начать я с левого верхнего угла но здесь больше чаще меняется цвет здесь облака а вот с правого верхнего здесь прям вообще одним цветом все вышивается вот поэтому у меня теперь включается в мои текущие процессы вот такие красавцы львы а я этому очень рада потому что я хотела их вышить набор у меня купился спонтанно то есть я не планировала не мечтала но потом меня как-то стукнуло просто по голове боже мой надо этих львов срочно покупать я их еще не купила и с радостью с радостью я приобрела этих этих львов и при такой вот с таким вот стечением обстоятельств я начала этих львов и очень очень рада я сделаю наверное потом отдельное видео покажу ниточки ну как бы такой вот уже не обзор ну обзор скажем как есть вот видите я иголочки сюда парковала с остатками ниток ну в общем полностью полностью дорожный такой процесс как видите вышиваю на пяльцах нюрги очень удобно хорошая натяжка вот я это все быстренько так буквально за 15-10 минут в машине организовалась стартанула просто сама себе удивляюсь самый быстрый старт вот ну и видите очень так приличненько у меня вышилось хороший кусочек есть уже вот вот смотрите красота а здесь будет уже хвост тигрицы прям хочется вышить тигрицу сразу чтобы меня что-то уже радовало на этой работе какие планы по этому процессу не знаю но так как он у меня в совместном проекте мои любимые коты он будет как-то продвигаться может быть не так активно как кошки на крылечке но тем не менее по чуть-чуть я буду над ним работать ну вот это все по данному процессу ну что вот такой вот у меня получился август месяц у меня две завершенные работы у меня два новых старта два моих текущих процесса потихонечку подросли для меня это очень очень хорошие результаты я надеюсь что в сентябре у меня тоже будут готовые работы тоже будут хорошие результаты я буду стараться очень соскучилась по вышивке ну что на этом у меня все я желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока пока